За увольнением Марины Шпехт с поста директора спортивной школы номер 9 последовало назначение на эту должность нового руководителя. Им стал Владимир Бурдин. Мастер спорта СССР по рукопашному бою, чемпион мира по карате. Но главное, человек абсолютно лояльный к нынешним руководству городского спорткомитета. Выступление на собрании спортивной общественности в защиту Олега Дашина – прямое тому доказательство. Я не знаю, как Олег Николаевич будет разрулить все эти ситуации и дай бог ему здоровье выдержать это все. Но сегодня, по крайней мере, хоть после Иоанна Николаевича Швецова, человек пришел, имеющий отношение к спорту. Человек, который болеет за это, который, я надеюсь, все-таки сумеет восстановить все эти ситуации и действительно поставить все на свое место. И поставил Бурдина на должность директор бунтовавшей спортшколы. Чиновник уверен, это решит все проблемы. Я думаю, что его мудрости, его опыта хватит для того, чтобы наладить внутри коллектива климат. Мало того, чтобы выстроить отношения между городской и областной спортивными школами, чтобы этот конфликт как-то нивелировать. Естественно, задача по ужесточению какому-то, увольнению ни в коем случае не ставится. То есть, его задача сохранить все традиции, которые были у школы, но в первую очередь предусмотреть именно создание условий для выполнения муниципального задания. Источник конфликтов внутри учреждения Олег Дашин видит именно в бывшем руководстве. Причиной увольнения директора 9-й спортивной школы Марина Санышпехт послужило то, что директор не смог справиться с конфликтом, который развивался в ее спортивном учреждении. Естественно, форма этого конфликта уже приняла довольно-таки некрасивый, угрожающий жизни детей характер. А вот мнение второй стороны. Марина Санышпехт уверена, увольнение – не что иное, как воплощение в жизнь угроз, озвученных чиновниками на встрече с родителями воспитанников спортшколы. Конечно, если не хотелось бы, так скажем, дальше пострять эту ситуацию, да, но если вы примите решение, конечно, идти на митинг, тогда будут приняты решения, чтобы, ну, так скажем, в 9-й школе поменять руководство, значит, и тренировки составить. Митинг родители юных спортсменов все же провели, а аудиозапись направили в соответствующие инстанции. Администрация, в свою очередь, инициировала проверки, чтобы найти нарушения в работе руководства 9-й спортшколы. Наверное, в проверках не так смогли ничего найти, потому что так предоставить ничего нам и не смогли. Никаких замечаний по поводу проведенных моментов проверки комитет по спорту не озвучил. Вот. Получается, что применение административного ресурса, как говорится в аудиозаписи, является тем, что увольнение было по статье 278 пункт 2 без объяснения причин. То есть, администрация применила административный ресурс, в них не получилось с помощью административного ресурса убрать директора, потому что не нашли. Поэтому уволили по статье, которая обычно увольняет людей, которые не очень нравятся. Еще одной причиной может быть вот эта видеозапись. Она появилась на новостных ресурсах в тот же день, когда стало известно об увольнении Марины. На видео охрану спорткомплекса не пускают в здание тренера по батутному спорту Ирину Голубкову. Мне надо пройти в комплекс. Меня там ждут дети. Мне не дали пропуск. И что? Это уже не ваша компетенция. Что у меня с батутами? Ваши компетенции вас не пропускать. Да что вы? А я что, нарушаю режимы? Да, вот пропуск. Видите, режим написано. Нет, я не вижу. Вот директор. Пропускной режим, рассказывает экс-директор, в спортшколе был введен с начала этого года. По распоряжению все того же спорткомитета. Вот только батутисты на тот момент не имели права заниматься в стенах спортшколы, так как не перезаключили договор на аренду зала. Проблема с этой, казалось бы, чисто бумажной процедурой возникает каждый год. Договор безвозмездного пользования с третьей спортивной школой, которая всегда пытается согласоваться с конфликтными ситуациями, в этом году не был подписан. Договор закончился 31 декабря, о чем мы неоднократно оповещали данную спортивную школу и просили их прислать заявку на продление данного договора. Мы об этом просили, и эти письма я вам с удовольствием могу предоставить. Но, к сожалению, наши коллеги прислали нам письмо о том, что мы не прислали им почему-то договор, поэтому они присылают свой договор, в котором, опять же, они желают убрать каратистов и поставить батутистов. Договор так и не был подписан, потому ситуация для директора, что называется, безвыигрышная. Пустить батутистов значит нарушить закон, не пустить и быть обвиненной в разжигании мер секционных расприй. Но в любом случае дело закончилось бы увольнением. В этом Марина не сомневается. Теперь чемпионка намерена проявить свой спортивный характер не на помосте, а в зале суда. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.